Здравствуйте, уважаемые коллеги! Фресс-конференция с участием представителей футбольного клуба в Тюбе. Меня зовут Марат Жумабаев, я пресс-нашер в Тюбе. И представляю вам участников главный тренер нашей команды Владимир Андреевич Никитенко и капитан команды Петр Бадло. Пожалуйста, если есть вопросы, давайте, если можно, по очередности армянские, армянские коллеги, чтобы... И вопросы, если есть, по очереди. Пожалуйста, кто первый? Ну, по нашим возможностям мы изучили, изучали игры последнего чемпионата Армении, последние игры чемпионата Армении. Ну, сейчас был перерыв, какие-то изменения возможны, так, скорее всего, информация не полная, но все, что возможно, мы изучали. Команда представляет из себя очень такой боеспособный коллектив, на наш взгляд, способный играть в хороший футбол, быстрый, комбинационный, агрессивный. Ну, вкратце такая информация. Ну, коллега уже, в принципе, задал вопрос. Я хотел бы спросить, Владимир Владимирович, вот в каком режиме шла подготовка, вот именно к этому матчу? Были ли какие-то особенности? Ну, в связи с тем, что вы же кое-что узнали о сопернике, отвечалось ли чем-то вот обычным кремлямам? Ну, известно, что у нас идет чемпионат в ритме 5-6 дней между матчами, поэтому у нас есть задачи и в чемпионате, и здесь. Мы специально именно к этому матчу, значит, мы не отделяем именно этот матч. Хотя, честно говоря, я хотел поздравить всех с началом Еврокубки компании, Еврокубки соревнований. Это большой праздник вообще для всех участвующих клубов, значит, у всех приподнятые на такое настроение. Все мы стремимся туда, играем в своих чемпионатах. И вот, и вы попали, и мы попали туда. Я считаю, что сейчас приподнятое настроение, и желаю показать хороший футбол обеим командам, всем командам. Ну, и где-то, значит, добиться определенных каких-то результатов. А то, что мы там играли непосредственно, подготовка к матчу у нас началась после окончания предыдущего матча. Что-то здорово. Что-то здорово. Спасибо. Иван, у вас вызывает, наверное, теплые воспоминания. Вы здесь забивали два гола. Против вас играл великий Еврок Маркаров, который так и не сумел поразить ворота Кайрата. Напомните те времена, когда играли Кайрата и Арарат? Маркаров играл не против меня. Я против Аганесяна играл. Харвена Аганесяна. Поэтому он меня хорошо помнит. Я его очень хорошо помню, потому что он всегда за сборную играл. Там был ведущим игроком Советского Союза. Он меня тоже хорошо помнит, потому что я с ним чаще играл. Он из-под меня не забивал, я забивал из-под него. Так получалось. Но я играл как защитник. Это все-таки полунападающий. Ну, а так, 10 лет играл в Кайрате. И всегда здесь вот встречались на раздании. Всегда были особые отношения. И у нас в Алма-Ате, и здесь очень памятно это все. Но сейчас время другое. Мы сейчас живем другим, в другом, в настоящем времени. Но о прошлом тоже забывать негде. Вспоминать иногда надо. Единственный вопрос. Да, расскажите, пожалуйста. Женя Гедоматин, пожалуйста. В раздевалке, как вы намерены себя вести? Все-таки всем известно, что вы сегодня один из самых крупных игроков. И наверняка будете делать какие-то наставления своим более молодым партнерам. От вас кое-что будет зависеть. Вы намерены прийти и сказать, что ребята пошли выборами или попытаетесь остудить полу? Я поддерживаюсь того, что если человек думает о поражении, вообще не стоит выходить на поле. Команда очень достойная нам предстоит. Поэтому мы с большим уважением относимся к ней. И готовились и морально, и физически к этому турниру и к этой игре. Поэтому мы целенаправленно закончили в чемпионате игру. Правда, у нас мало времени целенаправленно готовиться к следующей игре. Но насколько это возможно, мы все готовились. И морально команда готова к предстоящей борьбе целиком и полностью. Что ожидается от общего противостояния в этом этапе? Я думаю, что будет очень сложная игра. Будет очень сложная, потому что на этом этапе все хотят пройти. И будет бескомпромиссная, очень сложная игра. Так как и погодные условия, очень тепло, и команды мало друг друга знают. И будет очень много борьбы, и очень хорошая. Я думаю, будет очень интересная игра. Я думаю, победит та команда, которая будет показывать более качественный футбол в двух матчах. Но наша задача – показать вот такой футбол в качестве. Прежде всего, качественный футбол. Основанный на индивидуальных проявлениях, командных действиях, самоотдаче и так далее. Если можно, несколько слов про игрока на 6-го борьбе целиком и тем, насколько важен игрок для ноги, и насколько его отсутствие, скажите, на этот потенциал? Ну, в тех играх, в которых он играл, он нам очень помог. Играл он в двух позициях – центрального защитника, справа играл. Где-то травматизм есть определенный, но его отсутствие, конечно, будет сложнее. И, ну, я думаю, у нас есть люди, которые его заменят достойно. А изменение позиции с чем связано? Изменение позиции у нас были проблемой. В этой позиции. Мы доверили тому месту, он с этой позиции справился. Разы с того определились? За два часа до игры определимся. Андреич, а руководство клуба с вами встречалось? Конкретные задачи перед лиги «Европа» поставлены перед командой? Ну, вы знаете, команда «Тюдинск» уже 7 лет, да? 8 лет. 8 лет участвует подряд. Подряд участвует в европейских компаниях. Есть успехи определенные, прохождение двух этапов, третий этап. Ну, задача, задача все-таки, все-таки и болельщикам уже хотелось бы преподнести какой-то праздник, чтобы перейти этот рубеж, рубеж и добиться более влиятельных результатов. Именно в Еврокубке, потому что в Еврокубке это, как сказать, вверх нашей стремлении, вверх нашей стремлении. Да, мы можем играть в чемпионате, можем друг другу доказывать, но интеграция футбола в Европе, мы без международных матчей, мы должны общаться, в таких матчах расти, узнавать друг о друге, стиль, игроки, позиции и так далее. Поэтому должна быть постоянная интеграция. Как она сейчас идет? Я уверен, что недооценки быть не может. Но, с другой стороны, в футболе очень много факторов бывает, которые влияют на результат. Очень много всяких факторов, в том числе и какие-то травмы, и экстренные какие-то моменты, там те же предупреждения, удаления и так далее. В футболе все возможно. Я думаю, до выхода на поле, до начала игры, всегда в любом матче 50 на 50 идет. А потом игра показывает, куда склоняется сейчас. Команда будет настроена? Я надеюсь на то, что недооценки быть не должно. Но, во всяком случае, мы все сделали для того, чтобы ребята поняли, что здесь команда, с которой, я думаю, до завтра будет очень интересный, упорный матч. И победит. Хотелось бы, чтобы победил сильнейший. По игре. Я союзный чемпионат, много раз видел репортажи из Алматы, из Ташкета. И мне интересно, как вы тогда играли, ваше мнение сравнить тогдашний футбол, тогдашние команды Казахстана, Армении, Арарат, Айранд и даже вот свой сборный уровень, состояние. Ну, союзный чемпионат, там были, вот именно, как раз, вот эта интеграция была, закавказский футбол, Тбилиси и Ереван, киевский футбол, российский, и плюс азиатский, среднеазиатский, вот эти команды. Все это было слияние стилей, стилей. Потом все республики работали на одну команду, на одну команду. То есть в этих командах собирались лучшие игроки, в техническом оснащении. Тогда была подготовка по-другому устроена. Тогда с трех лет на улице бегали, футбол играли, не знали ни интернетов, ничего. И были как бы самоучками, и потом где-то попадали в команды детские уже в 13-14 лет. Сейчас подготовка начинается с пяти лет, уже организованная подготовка. Совсем другой футбол. И тактика изменилась, и двигательные возможности изменились, и научный подход совсем другой. Я имею в виду координационные движения по-другому. Быстрота в футболе другая. Поэтому сейчас трудно сравнивать. Тогда, конечно, он ярче был футбол, более свободный, более такие... Зависело от индивидуальных качеств игроков. Сейчас отдельная личность мало чего решает. Там против него могут найтись приемы, там коллективные обороны и так далее. Сейчас сложнее футбол. Но наша беда в том, что наши таланты, дети, они отходят в детском возрасте к телевизору, к компьютеру, игры, плейстейшн и другие интересы. Сейчас жизнь другая, более интересная. И они, таланты, уходят в другую сферу. Вот это вот и есть проблема. Я так думаю. Ну, если вкратце. А насчет сборных? Ну, я считаю, для Казахстана это большой плюс. То, что сборная сейчас отдельно играет. Тогда попадали 1-2-3 Стукашов, Байшаков, Пехлеваниди. И попадали в сборную. Сейчас есть возможность развивать футбол на уровне сборных. Лучшие игроки Казахстана участвуют в матчах с супердержавами. И есть, что болельщикам посмотреть в Алмахе. Раньше такого не было. Раньше все ехали в Москву смотреть, правильно же? А сейчас по-другому. Сейчас у нас и на сборной, и у вас здесь ажиотаж, и у нас ажиотаж. Мы стремимся поднять. Я думаю, вот это правильное направление должно дать какой-то толчок для развития. У нас он идет в развитии. У нас в этом плане идет развитие. Областные и руководители, и во главе с нашим президентом Назарбаевым очень большое внимание уделяют. И финансовое в том числе. И академия делается, значит, на уровне республиканских, государственных моментов. Строятся там и поля, где тренироваться и так далее. Но у нас минус. Минус у нас то, что у вас здесь зима полтора месяца, а у нас семь месяцев. А у нас тоже три-четыре месяца. Да. Но у нас минус 25-7 месяцев, шесть месяцев. И дети у нас в это время, сейчас вот хотят построить манежик, так, чтобы дети в зимнее время занимались футболом. Тогда, я думаю, еще дополнительный будет толчок для того, чтобы мы развивали таланты. По состоянию газона, надеюсь, у меня разручало это основное. Мы только что видели, что вы уже рассмотрели газон. И пришли к выводу, что газон довольно быстрый. Если его польют, игра будет еще более быстро. Как это скажется на ваших политических планах? Я не прошу рассказывать, конечно. Мы за то, чтобы был газон идеальный. Нам это, по идее, да, Петя, нам только... Мы всегда... Газон это первое, то, что нам необходимо. Я думаю, что любому футболисту приятно играть, когда хороший газон. Самое главное, чтобы хороший газон был для футболиста. Все остальное это уже второсипедное. Все, всем спасибо. Спасибо.